Всевозможные открытки, поделки, картины, вазочки, сувениры, выполненные из фанеры, попе-маше, бисера и многое другое. Все эти изделия сделаны руками детей. К акции присоединились дети-инвалиды, воспитанники детских домов, реабилитационного центра «Надежда». Каждый ребенок постарался, чтобы его поделка отличалась оригинальностью. Дети вложили много сил в работу. Поделки делали у нас дети. Сами руками они делали из фисташек, из бисера, всякие разные бутылки оформления. Дети у нас всякого разного возраста. Дошкольники, старшие и подростки идут. Они это все делают сами. Здесь нет придирчивых покупателей. На благотворительную ярмарку пришли те, кто посчитал необходимым внести свою лекту в общее дело, сделать доброво благо. Поддержать организаторов ярмарки пришли представители различных учреждений республики, правительства, народного собрания, а также мэр города Черкеска Руслан Тамбиев и глава республики Рашид Темрезов. Гости не ушли с пустыми руками. Обойдя все лотки с поделками, купили все то, что понравилось. Я уверен, что такие талантливые дети, как вы, найдут правильную дорогу в своей жизни, будут прекрасными людьми, полноценными людьми нашего общества. Мы для этого все будем делать и будем помогать. Приятно такое выражение, что дети – наше будущее. Я считаю, что дети – наше настоящее. И мы должны каждую минуту, каждую секунду вам помогать, гордиться вашими успехами. Есть такое выражение, что посеешь, то и пожнешь. Я призываю вас всех дальше сеять добро, участвовать в таких подобных акциях. Большое спасибо нашим детям, чьи работы сегодня здесь выставлены. Я призываю всех жителей Черкесска участвовать в подобных мероприятиях, оказывать поддержку, помощь нашим детям. Подобная ярмарка в марте этого года была проведена в стенах Министерства внутренних дел республики, но она была менее масштабной. Тогда ребята из социально-реабилитационного центра «Надежда» выручили 10 тысяч рублей. Деньги каждый из них потратил на свои нужды. Идея провести ярмарку в масштабах города также принадлежала ребятам. Артур Казаков, один из воспитанников центра, обратился к горожанам с благодарностью за участие в ярмарке. Таким образом, к нам в голову пришла идея организовать такое же мероприятие, в котором будут участвовать не только наши дети, но и другие ребята из других учреждений. Нам, конечно же, приятно всем с вами получать подарки. Но дарить подарки тем, кто действительно в них нуждается, гораздо приятнее. Спасибо большое. В то время, пока проходила ярмарка, на импровизированной сцене выступали юные артисты. Свои таланты продемонстрировали и воспитанники социально-реабилитационного центра «Надежда». Номера были яркими и запоминающимися. Дети постарались, чтобы праздник удался. Одни детки смотрели концерт, другие лепили из пластилина со взрослыми. Много работы в этот день было у художницы Екатерины Черноусовой. Дети с нетерпением ждали своей очереди, чтобы найти оригинальный рисунок на лицо, перевоплотиться в свой любимый сказочный персонаж. Я люблю это дело. Захотелось помочь, захотелось сделать приятное что-то детям. Детская память, она оставляет впечатление на всю жизнь, поэтому хотелось сделать что-то приятное сегодня. На ярмарку пришли и рукодельницы, студентки Республиканского колледжа культуры и искусств. Изделия для продажи они создавали прямо на глазах у покупателей. Плели оригинальные циновки. Они принесли с собой и множество картин, исполненных в различной технике. А сегодня уже много продали? Ну, в целом, несколько картин купили. Но так еще ходят, смотрят еще рано довольно-таки. А так, думаю, много чего скупят. Благотворительная ярмарка – это общее дело. Одни принесли в дар изделия своего творчества, хранящие частицу их души и тепло рук. Другие от всего сердца несут дары и денежные пожертвования на общее дело. Организаторы ярмарки надеются на то, что в городе Черкесске появится еще одна добрая традиция. И такие акции станут ежегодными. Будьте добры друг другу, дарите любовь ближнему. И помните, что есть дети, которые обделены жизнью и особенно нуждаются в чуде. И в наших силах его осуществить. От Тима Кушева, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...